Свенская, или её ещё называют Печорская, икона Божьей Матери была написана в XII веке. День её празднования, 30 августа, был установлен в 1815 году в благодарности за избавление Брянска от нашествия наполеоновских войск 1812 года. До 1288 года икона находилась в Киево-Печорском монастыре, где прославилась чудесами. В этом же году была перенесена в Свенский монастырь в честь успения Пресвятой Богородицы. По преданию, чудодейственная икона исцелила от слепоты князя Олега Брянского. В благодарность об этом князь построил монастырь, именовав его Свенским. Икона Свенской Божьей Матери прославилась исцелениями слепых, стала своеобразным оберегом от врагов. Престольный праздник Свенского монастыря в Брянске отметят соборным архиерейским богослужением в Свенском Свято-Успенском мужском монастыре, которое возглавит митрополит Брянский Исевский Александр. После литургии, духовенства и миряне пройдут крестным ходом от стен обители к кафедральному собору во имя Святой Троицы, где будет совершен молебен. Крестный ход в память о победе в войне 1812 года стартует в 11.30. От стен Свенского монастыря верующие отправятся к центру города, через площади партизан и Ленина до кафедрального собора, где и завершится шествие. А накануне 29 августа в 17.00 начнется всеночное бдение в храме во имя преподобных Антония и Феодосия Печорских. Мы совершаем крестный ход с тем, чтобы привлечь не только Божью милость к городу Брянску, но чтобы возбудить в наших сердцах искреннюю любовь к своему городу, друг к другу, ибо сплачиваемся мы в таких совместных и богослужениях, и крестных ходах, в общих ценностях, которые нам всем необходимы. В данном случае мы вспоминаем избавление чудесное города Брянска от наполеоновских войск, грозивших разорить наш город. Но благочестие наших предков, оставленное нам в назидание, сохранило наш город от разорения. И поэтому мы в благодарность и память милости и покрова Божьей Матери над нами совершаем ежегодно 30 августа крестный ход от обители в Центральный кафедральный собор с иконой Божьей Матери. Всем, кто желает принять участие в крестном ходе, организаторы рекомендуют внимательнее отнестись к своему здоровью, трезво оценив физические возможности для совершения такого перехода. Пройти придется немало 8 километров. Если во время движения вы почувствуете ухудшение самочувствия, сильную усталость и так далее, то благословляется оставить крестный ход и обратиться за помощью к медперсоналу, который будет дежурить там же. На случай дождя рекомендуется взять с собой непромыкаемые плащи дождевики. Также необходимо позаботиться о том, чтобы обувь была удобной и пригодной для преодоления больших расстояний. Во время движения всем будет предлагаться питьевая вода. Татьяна Жукова, События Брянск.